Станция 2, Шулока 6. Водных людей, страшных и злобных, создала она сама из останков других, из минеральных, растительных и животных останков, из отбросов, из ила своего первого, второго и третьего, круги. Водных людей, образовала она их. Дхиани пришли и обозрели. Дхиани от светлога Отца Матери, из белых, солнечной и лунной областей пришли они, боги и планетные духи, особенно Рибху, три Рибху, которые тоже становятся трижды семью, по числу их даров, из обителей бессмертных смертных. А. А. Объяснение, приведенное в наших станциях, гораздо яснее, нежели те, которые дала бы легенда с таблички Искута, даже если бы она сохранилась в своей целости. Тем не менее, то, что осталось на ней, подтверждает их. Ибо на табличке владыка ангелов уничтожает людей в бездне, когда не осталось ни трупов, ни останков, после того, как они были умерщвлены. После чего они, великие боги, создают людей с телами птиц пустыни, человеческие существа, семь царей, братьев одной семьи и так далее, что является намеком на способности к передвижению первичных эфирообразных тел у людей, которые могли так же летать, как и ходить. В. Вспомним крылатые расы Платона и описание, даваемое в пополвух, о первой человеческой расе, которая могла ходить, летать и видеть предметы на любом расстоянии. Но они были уничтожены, потому что они не были совершенны, то есть они были бесполые, подобно царям Эдема. Что скажет наука на это описание первоначального творения видов, когда оно будет очищено от метафор и аллегорий? Она возразит против ангелов и духов, как не имеющих к этому никакого отношения, Но если природа и физический закон эволюции являются творцами всего ныне существующего на Земле, то почему не могло быть такой бездны, когда земной шар был покрыт водами, в которые было порождено множество чудовищных тварей? Не являются ли именно человеческие существа и животные двуликие с человеческими головами предметом такого возражения? Но если человек есть только высшее животное и развился из грубых видов путем бесконечного ряда превращений, то почему бы недостающие звенья не могли иметь человеческих голов при животных телах или же быть двуглавыми и иметь головы животных и, вице-версо, при ранних попытках природы? Разве не явлены нам во время геологических периодов века пресмыкающихся и млекопитающих ящерицы с птичьими крыльями и змеиные головы на животных телах? Рассуждая с точки зрения науки, разве даже наша современная человеческая раса не являет нам иногда такие же чудовищные специменты, как двухголовые дети, животные тела с головой человека, младенцы с пёсьими головами и так далее. Этим доказывается, что если до сих пор мы можем еще наблюдать подобную игру природы, теперь, когда природа установилась уже на протяжении веков в порядке своей эволюционной работы, то чудовища, подобные тем, описанным Берозом, были возможностью при начале ее программы. Возможность, которая могла когда-то существовать даже как закон, прежде чем природа отобрала свои виды и начала систематически трудиться над ними. Сейчас это доказано вполне определенно простым фактом возврата, реверсии, как называет это наука. Вот чему учит нас сокровенное учение и что подтверждает многими доказательствами. Но мы не будем ожидать одобрения ни от догматической теологии, ни от материалистической науки, но будем продолжать излагать станции. Пусть они сами говорят за себя при свете комментариев и их объяснений. Научный аспект этих вопросов будет обсужден в дальнейшем. Таким образом, показано, что физическая природа, предоставленная самой себе, при создании животного и человека оказалась неуспешной. Она может производить первые два царства, так же, как и царство низших животных, но когда приходит черед человека, то для создания его, кроме кожных оболочек, и дыхания животной жизни требуются духовные, независимые и разумные силы. Человеческие монады предшествующих кругов, под страхом остаться даже ниже любого животного Франкенштейна, нуждаются в чем-то высшем, а не в физических материалах, для построения личностей. В первом томе недавно опубликованного труда «Введение к изучению человеческих рас» Катрефажа доказывается, что начиная с после третичного периода и даже раньше, ибо многие расы были уже рассеяны во время этой эпохи по поверхности Земли, человек не изменился ни на йоту в своем физическом строении. Если человек на протяжении веков был окружен фауною, изменявшейся от одного периода или цикла до другого, которая вымирала и перерождалась в другие формы, так что теперь не существует ни одного животного на Земле, большого или малого, современного человеку того периода. Итак, если все животные изменились, исключая самого человека, то этот факт лишь служит доказательством не только его древности, но что он является представителем особого царства. Почему же только один он должен был избежать изменения? Потому, говорит Катрефаж, что оружие, употребляемое им в его борьбе с природой и с постоянно изменявшимися геологическими условиями, так же, как и со стихиями, была его психическая сила, не его физическая сила или тело, как мы видим это в случае животных. Дайте людям лишь ту долю понимания и рассудка, которой одарены прочие млекопитающие, и при его настоящей телесной организации он окажется самым беспомощным существом на Земле. И так как все решительно доказывает нам, что человеческий организм, со всеми его характерными свойствами, особенностями и идиосинкразиями существовал уже на нашей планете в те отдаленнейшие геологические периоды, когда не было еще ни одного вида из ныне существующих форм млекопитающих, то каково же будет неизбежное заключение? А именно, раз все человеческие расы происходят из одного и того же вида, то, следовательно, этот вид есть наиболее древний из всех ныне живущих видов млекопитающих. Потому он является наиболее устойчивым и постоянным из всех, и уже был столь же вполне развитым, каким он является в настоящее время, когда все прочие известные сейчас млекопитающие не были еще готовы к первому появлению на этой Земле. Таково мнение великого французского натуралиста, который этим самым наносит страшный удар дарвинизму. Станция 2 2 1 2 3 3 11 11 12